К нашему эфиру присоединяется Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», генерал-лейтенант Игорь Александрович, приветствуем вас в эфире. Доброе утро. Доброе утро. Итак, по вашим наблюдениям, что происходит сейчас на границе с Харьковской областью? Идут бои по двум направлениям. На севере Харьковской области по четырем населенным пунктам, особенно вокруг Стрелеча, еще три пункта. Это одно направление, второе направление в Овчанск и западнее населенный пункт от Ища. То есть противник с утра вчерашнего дня нанес поражение своими средствами артиллерии. И на бронетехнике выдвинулось до нескольких батальонов по этим направлениям. Кроме того, по Волчанску был нанесен удар из реактивных систем залпового огня. Благодаря таким действиям они отчасти продвинулись вперед на направлениях, где и сейчас продолжаются интенсивные бои. Наши силы обороны Украины на это направление подтянули резервы и организовывают систему обороны, а также наносят контратаки. В целом рассмотрение такого рода действий на этом направлении, в общем-то, подход не новый. И мы обговаривали эти вопросы. Он связан и рассматривается со специалистами три варианта. То есть, ну, стратегически, как это видит противник, создать группировку, которой на текущий момент нет, я это подчеркиваю, для того, чтобы вести активные действия против непосредственного Харькова, как города и как оплота обороны на этом направлении. Для этого надо где-то от 150 тысяч вооружения, техники. То есть, если они где-то там собирают резервы, то на этом направлении пока их нет. Второй вариант заключается в том, чтобы со стороны противника такую приграничную зону, ну, в свое время Путин создать, назвал ее санитарной. То есть, это двинут наши войска от границы как можно дальше. Для реализации этого плана необходимо, ну, несколько десятков тысяч. В целом на этом направлении сейчас 55 тысяч. Но для реализации именно здесь, вот в этих районах, сил у них тоже пока нет. Поэтому, скорее всего, это третий вариант. Это проведение разведки бою с бронетехникой, с подразделениями. И вот как раз на этот вариант похоже введение их боевых действий. То есть, они хотят рассмотреть действия в слабые места, пытаться на этих направлениях провести наступательные действия. И для этого имеют такого уровня силы и средства. И здесь, соответствующим образом, идут сейчас бои. Игорь Александрович, то есть, вы согласны с оценками аналитиков, что, в принципе, для полноценного наступления на Харьков, массированного, нужно около 300 тысяч. И, как вы сказали, там сейчас около 50 тысяч личного состава российской армии находится. То есть, в принципе, эта вся операция задумана как средство оттянуть наши резервы с горячих участков на востоке. Ну, я думаю, что для проведения операции, если будет насыщена вооружениями и техниками их группировка, а пока таких сил нет у них и средств, то группировка может быть от 150 тысяч и больше. Но цель и задача, конечно, в ближайшие несколько дней, суток будет ситуация ясна, с какой целью проводится. На текущий момент я соглашаюсь с вами, что это делается для того, чтобы растянуть, во-первых, наши силы вдоль границы. А растянуть, значит, на каких-то направлениях они будут ослаблены, и их задача выявить эти направления и проверять, так сказать, такое видение оценки этой ситуации и проводить вот такие разведки боем. Так вот, и для того, чтобы стабилизировать ситуацию, конечно, нам необходимо на этих направлениях будет выдвигаться нашими силами, вести бои, связанные с восстановлением этой ситуации. То есть их оттягивается направление, где ведутся интенсивные бои, то есть на востоке и на юге. То есть цель такого рода действий с военной точки зрения, она очевидна, а вот перспективы будут ясны в ближайшие несколько суток. Игорь Александрович, а также о том, что это отвлекающий маневр, говорит и замкомандир 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин, Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации, говорит о том, что таким отвлекающим манёром хотят оккупанты перетянуть силы в первую очередь с Донецкой области, поскольку там больше всего они хотят сконцентрировать своих усилий. Часовьяр, Покровск и Курахово, так считает Коваленко. Как вы видите, действительно ли эти направления сейчас, особенно на Донецкой области, сейчас будут под особенным ударом? Мы это уже видим по тому, какого уровня интенсивности ведутся бои, именно на тех направлениях, о которых вы сказали. Противник видит там свои перспективы, то есть если существенно пока идут бои, если имеют место их продвижение на тактическом уровне. А если прорвать оборону на этих направлениях более глубоко, то там у них открывается такого рода оперативная перспектива, за что, собственно, воюют они. Но мы видим, что в очередной раз не сбываются, не реализуются их планы. Ну, типа, к дате 9-го, 7-го и 9-го захватить тот же Часовьяр. Следующая дата – это дата встречи товарищей Си и Пу в Китае. Тут ставится таким образом вопрос. Но для нас это не новая позиция. Срывали предыдущие планы. Сорвем мы эти. Вопрос в том, что в ускоренном порядке на направлениях действия вот этих нам надо создать систему, стабильную систему обороны и стабилизировать фронт. То есть выполнить первую задачу стратегической оборонительной операции силы обороны Украины. Остановить продвижение противника. Для этого нужны силы. Это, значит, итоги или действия по мобилизации для пополнения вооруженных сил. Особенно бригад, которые на этих направлениях действуют. Ну и средства. Это, в первую очередь, вооружение техники, боеприпасы от наших союзников. Однако не только. Это предприятие военно-промышленного комплекса. И мы видим, что он тоже развивается. Есть достижения. Ну вот из последнего по разработке и представлению силам обороны дронов, баражирующих боеприпасов, которые действуют на дальности за полторы тысячи километров. Как мы видим, нанесение ударов по военным объектам страны-агрессора. И вот по совокупности до начала так называемого второго этапа действий, поэтому они сосредотачивают свои силы, резервы. Будет ясно, способны ли они будут провести этот второй этап, или мы разрушим их планы. То есть вступает в силу стратегический фактор. Это время. Игорь Александрович, есть ли вероятность того, что такие же попытки, как на севере Харьковской области, будут проделаны и по отношению Сумской области, такие себе разведки боем? Как вы видите потенциал, возможности и намерения противника? Война есть война. И надо быть готовым, в том числе и к наиболее тяжелым вариантам и сценариям. То есть и к действиям противника на тех направлениях, которые вы перечислили. Тем более, что представители Главного управления разведки Министерства обороны, как известно, несколько недель назад говорили о наличии такого рода планов со стороны противника. То есть это еще была дополнительная информация для организации с нашей стороны системы обороны строительства формиционных сооружений на этих направлениях, которых нам явно не хватает. А также на этих направлениях сформирование резервов. А это значит, опять-таки, нужны люди, подготовленные и вооружения. Чем занимается сейчас наше интенсивное руководство для того, чтобы формировать как раз на этих направлениях такую систему обороны. Андрей Ильич, по вашим оценкам, вот пристрастие россиян к датам знаковым, на 9 мая было усиление наступательных действий, судя по количеству ликвидированных оккупантов. Как сейчас в целом, вот по вашим наблюдениям, обстановка на Покровском направлении, на Авдеевском, уменьшилось ли количество атак? Ну, на трех направлениях, к сожалению, нет. Это Бахмутская, ну, если более широко брать Авдеевская и Марьинская и Южняя. Интенсивность боев остается достаточно высокая. Но пока сил для того, чтобы наступать по всему фронту или на главных направлениях, которые они определили, и осуществлять так называемые прорывы, у них нет. Они их собирают, призывают в срочную службу на 150 тысяч, формируют резервы якобы в глубине Российской Федерации. Там несколько дивизий, то есть они над этим работают. Это надо знать, понимать, разведки наши и союзников над этим работают. А главное для нас надо формировать соответствующие свои оборонительные возможности, то есть строить ту систему обороны, о которой мы говорили. И в этом, может, и должна помочь формиционные сооружения, на этих направлениях минирования, и, в общем, все необходимые действия для создания такой системы. То есть у нас есть опыт и вообще с 14-го года войны, и уже с 22-го в этой войне, который говорит о необходимости предпринятия таких усилий. И здесь должны заниматься не только силы обороны Украины, а активно помогать государственной и негосударственной структурой Украины в том, чтобы создавать такую систему обороны на этих опасных направлениях. Спасибо вам, Игорь Александрович, за ваше время. Для нас напомню нашим зрителям. Игорь Романенко, основателем благотворительного фонда «Закроем небо Украины», генерал-лейтенант был с нами на связи, обсуждали текущую ситуацию на фронте. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.